И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и сегодня у нас в эфире The Isle. Как можешь обратить внимание, это у нас не новый какой-то The Isle, да, а это старая версия игры. И, да, честно сказать, я не знаю, к какому обновлению, патчу или версии игры относится данная, вот, короче говоря, вот эта версия, короче, хрен с ним будем говорить на своем языке, да, может быть это второе обновление, третье обновление, я не знаю. Но, короче говоря, мы сегодня с вами посмотрим, как вообще The Isle выглядела на своих ранних порах. Угу, да. Так, короче, давайте играть. Серверов мы здесь, к сожалению, не найдем, но мы можем, так, значит, сервер 32, 32 максимально играющих человека на сервере. Так, Isle Mesa, это, я так понимаю, карты, тестовая какая-то карта, Game Mode, Dead Match, то есть Survival, наверное, скорее всего, да, никакого сэндбокса и всего прочего, походу, дела не было. Сразу скажу, я в эту игру, как меня многие спрашивали в комментариях, давно ли ты играешь, Sky? Нет, я играю в эту игру не так давно, я не супер какой-то профи игрок или еще что-то. Вот, короче говоря, ого, вот если бы я начинал сейчас, нет, вернее, в то время с этой версии игры, то, знаете, наверное, я бы уже был бы супер профессиональный какой-то игрок и все прочее. Сейчас посмотрим, что было на ранних порах, мне прямо даже интересно. Терезинка, и попробуем все сравнить, игру сравнить с нашим временем, то, что сейчас, да, на дворе 2020. Терезинка, так, Терезинозавр, ну, слушай, выглядит, в принципе, очень, очень имеет огромное сходство с Терезой, сегодняшней The Isle. А это что у нас? А, это скины, то есть, таким образом мы можем поменять скин. Какая-то зебра, это что-то более белоснежное, для чего вот этот скин нужен был, я не понимаю. Если сейчас с таким играть скином, то тебя, мне кажется, за 100 километров заметят. Это, наверное, новогодний скин, прекрасно. Шантунга. Оу, шантунга, мне кажется, какая-то здесь такая, ну, не знаю, деревянная, что ли. Хотя, может быть, это со стороны смотрится, надо попробовать ее, конечно, в деле, я не знаю. Пуэра? Пуэра, точно. Зачем издавать вот эти шаги, когда мы просто выбираем динозавра нового? Австриг. Австриг, по-моему, какой-то пластилиновый больше. И без перьев, какой-то лысый. Боже. Так, галимим. Кого-то он мне больше всего напоминает, знаете, другого динозавра, я не помню его название, но это точно не галик. Корнотавр. Вот, кстати, многие мне говорили, что Корнотавр в Эвриму привнесен из первых версий игры. Соглашусь, немножко соглашусь. Те же очертания по внешнему виду. По крайней мере, я не знаю, я не играл. Если попробовать его сейчас в игре и посмотреть его механики движения, тогда, конечно, да. Тираннозавр. Ну, это что-то какое-то убогое существо. Ну, что ж, давайте попробуем Корнотавру. Что же, что же нет там? Итак, Корнотавр. Да, этот малыш очень похож сейчас на того Корнотавра, который привнесен в Эвриму. Полностью, полностью сходство. Так, а мы можем покричать? Что, раньше в The Isle нельзя было кричать? Ну, так, правая кнопка мыши укус и левая кнопка мыши укус. Странно. Да, то есть у нас работало два укуса. Интересно. Упс. Я нажал, знаете, по привычке insert. И, ну, чтобы посмотреть статистику Дина, но, по-моему, вообще без изменений. А, кстати говоря, где мы находимся? Что это за карта? Это старая какая-то V3 или что? Пишите мне в комментариях, ребят. Мне будет очень интересно от вас узнать такие подробности. Так. Подожди. Бег Корнотавра бесподобен. И я знаю, он очень хреново уворачивается. Так, стой. Лишних шагов вроде бы нету. Стой. Подожди. То есть мы просто стопоримся? Ага, окей. Контрол. Это у нас спринт. А если нажать... Так, понятно. Приседать мы вообще... То есть ложиться мы не можем. О, зато можем приседать. Прекрасно. А можно здесь как-то пить, есть? Или что? На первых порах нельзя было пить и есть? Ну, довольно-таки быстрое существо. Прекрасно. Я даже сейчас в The Isle поражаюсь Корнотавром. Вот, кстати, для тех, кто все время говорит, знаете... Типа, посмотрите, с тех времен The Isle ни хрена ничем не изменилось. Ну, как вам сказать? Не согласен. Во многом я с вами не согласен. А мы можем здесь утонуть? Или... Здесь не глубокое озеро? Понятно. То есть в дальнейшем, да, привнесли в игру. Какие-то глубокие озера или еще что-то. Глубокие океаны, где динозавр может плыть, утонуть и все прочее. Ну-ка, стой. А нюхать мы можем? Ну-ка, подожди. Мне немного... Мне немного сейчас непонятно. Так. Понятно. Цеприс есть. Ага. Почему-то у меня... Так, это я понял. Это укусы. Ммм... Инвент... Что? Инвентарь? Jump Space Bar. Ну, это понятно. Плейлист. Окей. Ага. Ага. Окей. Да ну-ка, ну-ка, стой. А, вот. То есть, подожди. Вот это его крик? Ну, сейчас, по-моему, крик Карнатавра... Карнатавра, простите, куда более бесподобен, да? Чем вот этот... Непонятный, как бы, простите, высер. Так, подожди. А что у нас там... Как хорошо, что здесь есть все-таки менюшка опции. Это прекрасно. Так, подожди-ка. Там у нас... Было, знаешь, что... Подожди, 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 подожди. Ща, быстро, только. One moment, как говорится. Озвучка, кстати, знаете, сравнима с Эвримой. Реально. Вот озвучка, которая сейчас в Эвриме, она... Прямо-таки привнесена из-за первых... Обновлений The Isle. Вот эти... Крики птиц и все прочее. Короче, ну вы меня поняли. Так. Нюхать мы не можем. Походу, наш динозавр здесь бессмертный. Это мне очень нравится. Я бы сейчас, конечно, удивился, если Корнотавр может здесь прыгать. Подожди-ка, ну-ка. Не стамины. А, подожди. Не-не-не-не-не-не. Кстати, стамины, по-моему, у него здесь не кончаются. Я не вижу в правом нижнем углу, чтобы что-то у нас там... Были какие-то знаки стамины. Ну вот, кстати говоря, у нас есть два знака. Есть вода. Потребность в воде и потребность в еде. Но они прозрачные. То есть, это я... Оу, ну-ка, стой под... Ага, то есть, вот так вот. Я понял. То есть, когда они становятся видимыми, у нас появляется потребность в воде, либо в пище. Окей. Что это за поворот? Что это за поворот? Это был альт? Он здесь действует? Нет, он здесь не действует. Но, тем не менее, какие-то были непонятные повороты. Вот это мне больше нравится. Мне кажется, вот что не хватает немножко в настоящем за айл для новичков, да, это чтобы повороты более такие были гибкими. То есть, чтобы поймать свою жертву, если кто-то зашел тебе в хвост. Да. Так-с. А что по еде? Ну, по еде, конечно, мы ничего не сможем найти здесь. Пожрать, я чувствую. На серверах ноль народу. И это... Клево. Да, это реально клево. Спринт. Так-с, окей. Options. Controls. И поехали. Конечно, надо было бы это все изучить заранее, но ладно. Дабы уж ты меня смотришь, я, конечно, это сейчас тебе все покажу. Что за инвентарь? Это... Ну, возможно, это та самая менюшка. Я так предполагаю, знаешь. То есть, на кнопочку Insert. Сейчас, когда ты нажимаешь, ты можешь посмотреть прогресс роста своего Дина. Посмотреть, сколько ты можешь нанести урона. То есть, ну, ты меня понимаешь. То есть, на клавишу U. Английской раскладки. Можно было это раньше сделать. Так-с. Я даже не знаю, продолжать ли... Подожди. Мы сможем переломать здесь ноги? Действовали эти механики или нет? Интересно. Нет, ну, конечно, ты знаешь. Вот ты меня спросишь в комментариях. Скай, а где поиграть, где и чего? Не знаю, ответить тебе или нет. Но если ты задашься мне лично этим вопросом, то потом, наверное, мы с тобой попробуем скачать вдвоем хамачи. Если оно, конечно, сейчас еще в рабочем состоянии находится. И поиграть вдвоем, втроем. А то и собрать пати в этой игре на первых своих парах. Да, очень интересно, кстати. Нет, мне нравится. Но выглядит как-то все так убого, честно скажу. Ну, вот здесь вот для читеров, конечно, не понадобилась какая-нибудь, наверное, гамма. Ночи достаточно яркие, светлые. Так, подожди. А что у нас по колыханию, шевелению воды? О, вода у нас, посмотри-ка, прекрасно. Она шевелится, но... Как будто, знаете, кусками накидали на воду. Где должно это происходить, скажем так? Так. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, ну что, наверное, можно попробовать посмотреть какого-нибудь другого Дина. Так, шантунга. Милое создание, которое может нанести много проблем различным хищникам. Угу. Прекрасно. Подожди, а что у нас по боевке? Силовуха действует. А вот, кстати, удара головой у нас нет. То есть мы только можем, могли бы, да, нанести удар какому-нибудь противнику, хищнику. Чисто силову... Подожди, хотя нет. Если бежать на шифте... Ага, я понял. Это было все задействовано в одной кнопке мыши. Ну что, кайф. Не лежать, не сидеть мы не можем. Что мне интересно о Ниеле в то время? Какие кусты можно было бы поесть? Аммм... Непонятно. А что у нас еще по кнопкам? Подожди, а. Я сейчас, знаешь, что? Стой. Подожди. То есть... А, вот. Кнопочка J у нас переключалась медленный или быстрый шаг. Мне нравится, как на силовухе, когда мы делаем силовуху, его тело все равно один хрен передвигает с места. То есть он должен остановиться, по идее, вот таким образом, и нанести противнику удар. Но нет, мы идем... Мы плывем на лыжах. Мы... Да, мы... Я не знаю, блин. Ох, дали бы мне сейчас хотя бы сюда одного противника? Да без разницы, кого. Я бы хотя бы попробовал. Что это? Что это и каково это? Найс. Карта, конечно, очень интересная. Я представляю, если бы сейчас в The Isle были вот эти вот миленькие розовые цветочки, я, наверное, бы каждый раз дико умилялся бы этому. Стамина не заканчивается практически. Вот те, кто ругает Бермуду постоянно за какие-то звуки динозавров. Вот послушай, в принципе, из чего раньше состояла The Isle. Тут шаги намного, я не знаю, громче и ужаснее выглядят. Ну, можешь, ты их услышишь. Услышишь, да. Чем сейчас в Бермуде. Бермуде сейчас, в принципе, очень хорошо оптимизировано, на мой взгляд. Упс. Ну, данный бак можно встретить в Бак, или как это правильно называется, можно сейчас и в нашем родном The Isle увидеть. То есть, когда ты смотришь сквозь землю, и с помощью этого многие, знаете, пользуются... Допустим, ты находишься далеко от воды, можно, в принципе, вот так подглядеть под землю и увидеть, где источник... Да, где источник воды находится. Интересно, что было по выносливости, по ударам у этих Дина на тех порах? Может быть, конечно, графика была хуже, я не знаю. Но на моем ПК выглядит все очень-таки оптимизировано, очень хорошо. Это прекрасно. А что жрать-то? Что мы могли жрать-то? Какой-нибудь папоротник грёбанный? Ну-ка, подожди. Если подойти, попробуйте к папоротнику. Вы знаете, я перед съёмками вот этой первой версии, так сказать, да, первая она, вторая, третья, я не задавался какими-то вопросами. Не смотрел, не искал в Ютубе первые какие-то видео по The Isle, а думаю, дай-ка я сразу попробую и рассмотрю, а как всё это раньше выглядело. Конечно, было много мыслей, чё сказать, но мысли сами по себе иногда вылетают, бывает. А что-то я лучше немножко промолчу. Нет, ну, действительно, вот Дина, если смотреть, допустим, смотри, динозавр выглядит каким-то, знаете... Нарисованным на фоне вот этого леса, то есть в The Isle сейчас динозавры более оживлённые. Скажу так, что по механикам движения и всему прочему, то есть динозавр как бы с настоящим The Isle, который в нашем времени очень-очень изменён. Да, реально, если присмотреться, всё очень отличается. Даже сама карта, сама растительность, всё, что здесь есть, его живой мир намного отличается тем, что есть. Но теперь я сто процентов могу сказать так, что Эврима практически-практически точная копия первой The Isle. Да-да. Ну, кроме карты, конечно. Кроме карты. Не знаю, карнатавры, вот точь-в-точь, с первого обновления. Все те движения, ну, вообще, всё просто. Я не буду ничего говорить лишнего. Ничего личного, как говорится, но полностью скопирован с первой обновы. Да. Очень интересно. Ладно, короче, давайте на этом я видео своё буду заканчивать. Если тебе понравилось, пальчик вверх, подписка на канал, обязательно колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. И я думаю, в эту версию игры мы ещё с вами поиграем обязательно. Ох, интересно-интересно мне даже стало. Сколько всего нового и неизвестного я себе открыл даже не во время записи, а... Я останавливал запись, бегал, играл и... Короче, всё. Давайте, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok